Дорогие соотечественники, в своих предыдущих встречах и выступлениях я неоднократно отмечал, что мы находимся в важнейшем решающем и эпохальном периоде истории. И грядущие недели и месяцы будут очень важны для всех стран бывшего СССР. Да, Украина сегодня в авангарде этой борьбы, а это борьба за деклонизацию, за освобождение от российского владычества и сапога. И слава Богу, Запад уже прекрасно осознает, что все же страны всего постсоветского пространства, после распада Советского Союза, продолжили оставаться под владычеством России. Мы можем сказать, что де-факто СССР еще существует. Я всегда люблю говорить и подтверждаю ту мою мысль, что так называемые организации СНГ, ОДКБ и ЯЭС являлись реинкарнацией и ребрендингом Советского Союза. Именно сейчас Запад полон решимости лишить Россию всех зон влияния и де-факто завершить развал Советского Союза, наделив реальным суверенитетом и независимостью вышеупомянутые страны. Следовательно, от противостояния Украины и России или Запада и России будет также зависеть будущее Армении. «Это противостояние вступило в открытый этап, который не будет долго длиться, и развязка близка, а она, по моему убеждению, приведет к свержению путинского режима. Сама Российская Федерация освободится от диктаторского режима Путина. В России начнутся хаотичные революционные развития. Страна погрузится в серьезные политические и экономические проблемы и хаос». Вы, наверное, в курсе о происходящих событиях в Чечне. Там оппозиционные чеченские блогеры выступают против Кадырова. Он и его чиновники ответили на это угрозами отрезать им головы. Один из них был вынужден покинуть территорию Российской Федерации. Наряду с этим, будучи бывшим федеральным судьей, прозвучали угрозы в отношении его семьи. По этой причине Рамзан Кадыров волей-неволей срочно посетил Кремль и встретился с Владимиром Путиным. «По мнению аналитиков, это уже означает, что путинская вертикаль или пирамида его власти начинает давать трещины и рушиться. И в ближайшем будущем Россию охватит глубокий кризис. Это также важно для живущих там наших соотечественников». «В связи с этим я еще раз хотел бы призвать их подумать о том, чтобы как можно скорее покинуть Россию, потому что жизни наших соотечественников могут уже оказаться под угрозой, так как, повторяю, глубокий экономический и политический кризис может привести к внутриполитическому хаосу. даже может пролиться кровь». Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.